друзья дорогие мои всех приветствую хотел поблагодарить за поздравление все кто меня сегодня поздравлял с днем ангела телеграме на бусте патреоне сердечно благодарю дорогие очень ценю вашу любовь заботу чувствую себя недостойным такой любви и очень благодарен хотел хотел поправиться я в вчерашней публикации про путин оговорился я его женой людмилу назвал еленой вот вылетела просто из головы тем более это как бы эпизод такой косвенный вот и поэтому я конечно же оговорился конечно же звали людмила и притвор на владимирском скиту притвор в храме владимирского скита осветили в честь людмила поэтому оговорка прошу прощения еще чтобы эту тему закончить вот я там заглянул в комментарии разворошил конечно осиное гнездо вот что и следовало ожидать очень порадовали комментарии адекватные людей из россии которые все понимают и поддержали меня вот понятно что путинистов ничем не проймешь и собственно говоря слово не к ним было но сейчас я хочу к ним обратиться вот все вы гневные писатели комментариев мне к вам вопрос один давайте представим вот поставьте себя на мое место представьте что вы знаете эти факты что вы лично были свидетелем вот этих вот беззакония этого человека и вы знаете что это человек лжец что обманывает всю страну что он вор-убийца вот ответьте мне пожалуйста в комментариях вы бы что бы делали на моем месте вы бы промолчали или сказали бы правду мне просто интересно понять образ вашего мышления давайте напишите в комментариях под этой публикации в которой я отвечу на вопросы на которые не успел ответить в прошлом эфире очень интересны были вопросы я постараюсь их осветить очень тяжесть на душе это признак отсутствия благодати помню как в детстве было легко и радостно сейчас такого чувства не бывает как найти радость в жизни очень хороший вопрос и очень хорошее воспоминание сравнение про легкость и радость детства вспомните вот христос тоже об этом говорил если не умолитесь как это малое дитя как детки не войдете в царствие небесное подразумевается что не сможете не сможете воспринять благодать божию да к сожалению взрослее мы теряем вот эту наивность чистоту простоту детскую которая способна чувствовать воспринимать благодать божию воспринимать красоту этого мира воспринимать быть способным вообще к счастью причина да причина наши грехи и страсти когда мы удаляемся от бога то нашу голову забивает огромное количество всяких разных ненужных помыслов которые несут с собой тяжесть последите вот внимательно попробуйте прожить хотя бы один час внимательно следя за тем что происходит в вашем уме вы увидите как сколько там мыслей всяких ненужных раису сколько там такого мрака вот все вот эти вот мысли какие-то перескакивающие одна на другую никакой последовательности никакой логики никакого никакой гармонии просто вот коловращение каких-то идей и если вы внимательно будете следить за этим вы увидите как за каждой мыслью приходит тяжесть приходит какое-то обременение к этому так привыкли уже во взрослом возрасте что считаем это нормой и думаем что так и должно быть и все так живут и весь мир так живут но это не норма это как раз ненормальность норма это когда голова пустая когда у тебя нету вот этого ада в голове а есть просто чистота восприятия окружающего мира как было в детстве и по сути путь духовного развития это возвращение вот к этому состоянию детской чистоты только с опытом взрослого человека вот как путь к этому я знаю пути иисусовой молитвы вот это самый незаблудный самый прямой трудный но простой в то же время простой в плане простоты то есть он очень не не как сказать он не искусственный в иисусовой молитве ты отрекаешься от всех своих вот этих вот взрослых измышлений всего что ты от всего этого багажа который это собрал себе в течение жизни и предоставляешь свой ум и сердце чистыми богу в детской простоте и наивности просишь только одного бога милости помилуй меня можно добавлять грешного если это сознание еще не укоренилось сердце вот и тогда постепенно очищается сначала ум за ним сердце сердце начинает сочувствовать ему происходит соединение ума в сердце вы становитесь чистым и простым как ребенок с опытом взрослого человека вы не впадаете в маразм и в детство как старички вот у которых уже там деменция вот вовсе нет наоборот вы приобретаете мудрость великую мудрость которая находится в этой детской простоте вот так вот дорогой благодарю за вопросы очень хорошие наташа кориндюк добрый день подскажите пожалуйста правильно ли говорить что бог наказывает тех людей которых любят это это слова апостола павла кого люблю того наказую говорит господь то есть это это слова из священного писания которое вспоминает апостол павел своих посланиях вот дорогие это 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 славянский перевод вот отсюда пошли все вот эти негоразды восприятие бога как карающего судья церковнославянском языке евангелий священное писание переведено с древнегреческого на все языки подлинник первоисточник это древнегреческий язык и на церковнославянском языке слова обучать переводится как наказание наказание это обучение на церковнославянском. Вот если на русский буквально перевести первоисточник, то будет «Кого люблю, того обучаю». Поэтому Бог никого не наказывает в плане пыток и мучений. Когда человек, дитя Божие, любой человек – это ребенок Божий, это создание, это творение Божие. Когда оно заблуждается, то Бог из своей любви его начинает обучать. И да, это обучение может быть скорбями, и чаще всего скорбями, потому что это духовный закон. Мы иначе не обращаемся, к другому наше сердце не ощущается. Дело в том, что каждый грех совершается ради наслаждения, а страдания действуют противоположно наслаждению, и таким образом исправляется сердце. Мы его успели осквернить, испортить грехами. Посылаемые скорби возвращают его в первозданную чистоту. Но это не месть Бога, это не наказание, это обучение. Имейте это всегда в уме. Всегда имейте в уме любящего отца, а не карающего судью и палача. И вам будет радостно жить, радостно, легко и спокойно. Кстати, многие вот меня спрашивают, как избавиться от страхов. Сейчас понятно, такое время у многих очень, те, кто ко мне обращаются, очень много страхов, это естественно. Спрашивают, как избавиться. Очень трудно на этот вопрос ответить кратко. Это очень, во-первых, ну, индивидуально и нужно работать с человеком, но, то есть, ну, исходя из его обстоятельств, устроения, вот, многих факторов. Но, вот если так вот говорить общей фразой, то есть, дать направление верное, как избавиться от страхов, это иметь в уме и сердце любящего Бога, любящего Отца. Вот эта вот замечательная древняя поговорка, как у Христа за пазухой, она очень хорошо подходит к этому. Древние были мудрые, наши предки были очень мудрыми людьми. Вот. Вера. Вера в любящего Отца, в Бога Творца, который есть любовь, и в котором нет никакой тьмы, и избавляет вас от всех страхов. Когда мы предаем свою жизнь целиком, без остатка своих ближних, врус Божий, в промысел Божий, то мы избавляемся от всех страхов. При том, что внешние обстоятельства могут быть просто ужасными. То есть, войны будут до конца времен, сколько есть. Люди, к сожалению, так как человек свободен, он, Бог его насильно исправлять не будет, то, к сожалению, да. Преступления и войны, и грех на земле будут свидетельствовать Священного Писания до конца времен. Но в этом-то и есть хорошая новость, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И все, кто к Нему обращаются, погружаются в этот свет. И там нет страха, потому что в страхе есть мучение. А в Боге нет мучения, нет страха, нет зла, нет никакой тьмы. И опять через Иисусову молитву погружаемся в Бога через призывание имени Божьего. Помоги Господи, дорогая Наталья. Сюда же вопрос Илья задает. Христос воскресе, воистину воскресе, дорогой. Частые простудные заболевания, вообще заболевания, попускаются Богом для смирения, может быть, наказание за грехи наши. Ну, фактически уже ответил. Для обучения. Для обучения и для исправления, для очищения сердца. Любые страдания, любые скорби, и в том числе любые заболевания, в том числе и простудные. Это чаша любви Божьей. Это лекарство. Это горькое лекарство, которое нас исцеляет. Любовь. Почему тошнит церковь? Мне постоянно плохо, когда стою на литургии. Дорогая, причины могут быть разные. Скорее всего, причина в том, что у вас аллергия на литургию. Дело в том, что сейчас ладан, в большинстве случаев, которые используют в церкви, он синтетический. И бывает у людей индивидуальная непереносимость. Люди просто их начинают тошнить, могут даже до сознания терять, до такого доходить. Ни в коем случае не слушать, если кто-то начнет говорить, это бесы, вот это вот все. Пожалуйста, не надо. Начнется психосоматика, и просто очень большие проблемы будут. Проблема, скорее всего, не в этом. Я, конечно, не могу на 100% быть уверен. Надо узнать много обстоятельств в вашей жизни, что это может быть. Но вот чаще всего, по моим наблюдениям, это аллергия на ладан. У меня тетя, например, тоже ей часто бывало плохо в церкви. Добрейший человек, просто, я думаю, святой человек. Она прожила очень сложную жизнь такую, очень много скорбей у нее было. Жила в атеистическое время, родилась уже в атеистическое время. Несмотря на это, во второй плане жизни пришла к Богу, покаялась, причащалась. Вот, очень много страдала, у нее очень тяжелые болезни. Были язвы желудка, которая никак не лечилась. И пропадение было, это адская болезнь. Я вот наблюдал, сколько она страдала в своей жизни. Потому что тогда не было лекарства, эту боль было ничем не убрать. То есть, не было тогда амепрозола, который просто, ну, за две недели у тебя эту проблему вообще решает. Сейчас язва лечится амепрозолом на раз-два. Тогда этого не было. И у нее вот каждую весну были обострения всю жизнь. Этими страданиями ее душа очистилась. Я уверен, что она спасена, она с Богом. Ее тошнило в церкви. И тоже там какие-то бабушки шептали, что бесы, бесы, бесы. Потом выяснилось, что просто аллергия на определенный ладан у нее. Поэтому попробуйте походить в другой храм. Посмотрите, надо просто проследить, от чего это может быть. Часто духота, свечи, понимаете. Сейчас в храмах используют парафиновые свечи. Вот это беда просто. Парафин очень ядовитый, он очень вреден. Когда свеча парафиновая сгорает, вот эти пары парафина, по сути, яд, тоже людям плохо становится. Если храм не проветривается, это люди этим дышат, и в течение нескольких часов, может быть, от этого плохо. Надо понаблюдать, в общем. Главное, не думать, что это бесы. Нет, скорее всего, нет. Людмила, вот вы спрашиваете, говорите, когда начинаю бороться со страстями, жизнь кажется скучной, унылой и безрадостной. Получается, у меня пропадает желание служить Богу, хотя я знаю, что радость только у Бога. Как это преодолеть? Это очень распространенное явление. Я не знаю, как вы боретесь со страстями, какой образ жизни ведете, но по опыту, вот интуитивно, я, мне кажется, представляю, в чем проблема. Вы, скорее всего, читаете святых отцов, каких-нибудь очень таких высоких, и стараетесь жить вот по этим святым отцам, примеряя на себя их подвиги, их делания. Я вам, знаете, что посоветую всех, у кого такая проблема есть? Возьмите, отложите все книги на время, все свои правила, оставьте только благодарение Богу. Просто утром, днем и вечером благодарите Бога за все. Господи Иисусе Христе, слава Тебе за все, слава Тебе Боже за все. Тихо, внимательно, вслух, чтобы слышало ухо, вслух самому себе, а не окружающему. Десять-пятнадцать раз читайте вот эту молитву благодарения вместо Иисусова и вместо всех правил. И почитайте Порфирия Косоколевита. Один батюшка тут, мне скинули ссылку, не буду называть имя, говорил, что все это ерунда, все это придумали там непонятно кто и для чего, вся вот эта борьба со страстями, это все не нужно. Нас Господь уже всех спас, мы уже все в раю. Такое чисто протестантское учение, насколько я знаю о протестантизме. Вот, это очень большое заблуждение. Дело в том, что, да, рай, да, мы спасены, действительно, жертва уже принесена. Таинство искупления уже совершилось. И, но дело в том, что мы усвоить это спасение можем только живя по заповедям. А жизнь по заповедям, это и есть борьба со страстями, потому что каждой заповеди сопротивляется определенная страсть. Вот, и, понимаете, как бы, ну, невозможно, невозможно усвоить спасение, живя по страстям, живя произвольно в грехах. Когда мы соблазняемся на какую страсть, согрешаем, нукаемся, это одна история. Это нас не может погубить. Здесь, действительно, мы спасены, потому что это согрешение невольное по немощи нас смиряет, а не губит. Но вот когда мы оставляем вообще любую борьбу и просто течем по течению, вот по стихиям страстей, мы просто к концу жизни окажемся несостоятельными. Да, спасение было совершено, но наша душа не готова, чтобы его воспринять, понимаете. Она всю жизнь питалась расшами страстей и не слышала, не знала ничего про заповеди Божие. Она просто не готова, она не сможет усвоить. Это все равно, что ребенку заставить делать какие-то упражнения, вот в спорте, допустим, я в спорте хорошо разбираюсь, сравнение приведу. Взять на ребенка, одеть там отягощения какие-то, гири навесить или штангу положить, понимаете. Чтобы он ее поднял, вот этот вес, ему нужно готовиться, он должен тренироваться, постепенно расти. Похожее происходит в духовном смысле. Душа постепенно через скорби, через вот эти преткновения приходит самопознание, смирение. Через смирение открывается дверь сердца, приходит благодать. Душа растет, душа цветет. Вот такой вот путь. Но здесь есть нюансы. И я вам советую сейчас, вот так как вы зашли вот в такой вот тупик, что вроде бы, как бы знаете, что надо бороться со страстями, но борясь с ними, неправильно борясь с ними. Не в своей мере и не теми приемами и методами. Вы скатываетесь в уныние. И у вас как бы получается дилемма. С одной стороны, вы знаете, что вся радость Бога, и с другой стороны, когда вы пытаетесь жить по Богу, у вас одно уныние, противоречие, казалось бы. Я сейчас подробно не буду об этом говорить. У меня есть публикация «Борьба со страстями» и весь путь спасения, описание пути спасения. Краткая такая, ну, как это, выдержка из святых отцов. Вот. Но я вам посоветую, почитайте Порфирия Косоколевитом. Вот уловите этот дух радости спасения, радости спасения в Боге, радости борьбы в Боге, радости жизни в Боге. Вы знаете, что духовная жизнь – это творчество, это высшее творчество духа человеческого. И увидите, как те же самые трудности, борьба и скорби будут приносить не уныние, а радость. Радость в Боге. Вы почувствуете вкус духовной жизни. Вот. Помоги Господи, мы будем молиться за вас. Зинаида. Правда ли, что дети, рожденные в любом браке, кроме брака, венчания, в глазах Бога – это дети блуднисты, а брак считается блудодеянием? А как при этом жить? Ведь мы почти все такие. Зинаида. Да кто вам это сказал, да будет анафема. Вот. Мы такого предания в церкви не имеем. Апостол прямо разрешал жить верным с неверными. То есть подразумевается верующего, верующего Христа с неверующими. Говоря, что через это ваш супруг или супруга могут спастись. Запрета не было на это. Поэтому блудодеяние – это когда совершается блудный грех ради солдострасти, удовлетворения, похоти. А когда, допустим, невенчанный брак, но честный, честная ложа, то есть действительно ради семьи создается брак, и вы всю жизнь в нем живете в этом браке, это никакое не блудодеяние. Очень много фанатизма в церкви, особенно среди монашествующих. Ко мне обращаются люди в полном отчаянии, говорят, что что делать, мне там монах какой-то в монастыре сказал срочно разводиться, потому что я живу в блуде. А человек всю жизнь прожил, вырастил детей, понимаете, и вот так вот какой-то там монах сказал, что это блуд. Это мракобесие. В церкви такого учения нет. Надо знать, что такое грех, в чем вообще он заключается, и что такое жизнь по Богу. Не слушайте фанатиков и мракобесов. Батюшка Андронек, если люди в храме после причастия подходят здоровую сусолованием или обнимают, могут ли они так забрать благодать причастия? Таня, нет, не могут, ни за что, никогда никто у вас благодать не заберет. И благодать у вас может забрать только грех, только страсти, которые вы исполняете, могут забрать благодать. А в этом все таинство заключается, понимаете. Вот этот дар Божий, он, это не материальное богатство. У вас его никто отобрать не может. Наоборот, отдавая его, он у вас умножается. Когда вы делитесь радостью, вот обнимаете всех людей в благодати, вы эту благодать дарите людям, а у вас она приумножается. Это учение своих отцов, если что, это не я придумал. Вот, хотя я по опыту это знаю. Это действительно так. Вот, поэтому не бойтесь ничего. Обнимайте людей, открывайтесь им. Вот, просто любите людей, дарите им свою любовь и благодать, которую вам тоже подарили. Вы ее не заслужили, вам ее просто дали как дар. И у вас она приумножится. Баечка, какое можете посоветовать творчество для отдыха от работы? Духовного чтения и молитвы. Если просто отдыхаю, ничего не делаю, то и отдохнуть не выходит, и в какую-то рутину и лень попадаю. Да, замечательно, Олег. Да, отдыхать нужно. Вот у меня есть небольшая публикация об искусстве, посмотрите, может быть, поможет. Вот, отдых требуется, действительно требуется отдых, и этот отдых должен быть активным. Просто лежание на диване приведет к еще большей усталости. Но здесь требуется рассуждение, потому что, чтобы не повредиться, чтобы через этот отдых не кормить свои страсти. Ничего не делание нам не помогает. Вот мы так устроены. Отдых для человека – это смена деятельности. Не знаю, любой со мной согласится, наверное, у кого есть опыт жизни достаточный, кому уже там, ну, хотя бы за 30, хотя бы за 30, те скажут, что больше всего устаешь от лени, от ничего не делания. Если в жизни такое случалось, если вы не такой счастливый человек, что всю жизнь прожили постоянно в такой активности хорошей, положительной, я думаю, что у каждого взрослого человека есть этот опыт. Пока молодой, да, там другая история, там гормоны бурлят, и человек вообще не знает еще до 20 лет, что это такое, ну, в большинстве случаев. Вот если уже с молодости в какие-то тяжкие страсти такие смертельные грехи не впал, типа наркотиков, пьянства, голода и так далее. Вот, до этого момента, да, там другая немножко история, но вот уже сформировавшийся взрослый человек, это, причем об этом даже уже сейчас говорят нейрофизики, вот люди, которые, ученые, которые занимаются работой мозга, они знают, как это работает. Лучше всего – это смена деятельности, лучший отдых для мозга. И этот же прием, то есть этот же образ жизни, вот смена деятельности, он позволяет сохранить мозг от старения. Потому что мозг деградирует, когда перестает изучать что-то новое. Нужно постоянно что-то, какую-то пищу, уму давать. Я сейчас говорю про среднестатистического человека. Если мы возьмем святых, которые уже соединены с Богом, просвещенные благодатью Божией, там другие законы работают вообще. Мы сейчас это не рассматриваем. Мы берем человека, который вот находится на стадии борьбы со страстями. Когда еще нет такой созерцательной молитвы, такой великой благодати Божией, вот эта энергия Бога, которая питает не только дух, но и само тело человека, и мозг в том числе. Потому что мозг – это тоже тело, это инструмент телесный для организации земной жизни. То в таком состоянии лучший способ для отдыха – это смена деятельности. И удивительно, в древнем монашестве была такая поговорка, что лучший отдых для монаха – это смена послушания. Я помню, мне игумен это все время говорил, когда я жаловался на борьбу, на брань унынием, когда бывало, накатывал. Это обычная история у монахов. Основная брань монахов – это уныние и гордыня. Они друг друга меняют то гордость, борются сильно, то уныние. Уныние смиряет, смирился, начинает гордыня. И постоянно эти качели, пока не смиришься. Мне игумен говорил, советовал, попроси, чтобы послушание поменяли, если очень сильно придавило, попросить на другое послушание. Это помогает. И действительно, опыт показал, что самый лучший отдых – это смена деятельности. Поэтому я вам советую, давайте отдых себе, но отдых активный. Искусство – хорошее искусство. Книги – классика. Музыка – хорошая музыка. Можно прогулки, созерцание природы. Изучение чего-то нового, не знаю, язык изучайте иностранный. То есть, именно основной… У вас должен быть приоритет в жизни – это духовная жизнь. Это молитва и изучение святых отцов. Но, повторяю, мы немощные, и нам периодически нужно давать отдых для ума, иначе просто вы выгорите. Вы заунываете, и потом будет, вот как у Людмилы, которая сейчас говорила, что борьба со страстями приводит в уныние. Потому что без рассуждения ведется эта борьба. А так, не знаю, спорт тоже для мирянина, спорт – нормальное занятие. Если без фанатизма, если чисто для здоровья, для поддержания тела, спорт – прекрасное. Просто прекрасное занятие для того, чтобы… для отдыха. Какая-то активная какая-то деятельность физическая. Вот многие жалуются на депрессию и бессонницу. Начинаешь узнавать, образ жизни, а человек сидит все время. Или вообще лежит. Тело должно уставать, оно должно нагружаться. Его не надо перегружать, оно не должно в истощение приходить. Но телу нужно давать нагрузку, оно должно уставать к вечеру. Вы должны ложиться вот на подушку так, чтобы прямо сладенько-сладенько было, вот расслабиться, чтобы телу дать отдых. А когда тело не устает в течение дня, то мозг не может отключиться потом, не может остановиться. Понимаете, мы так созданы. Вот это не мы придумали эти законы физические, духовные. И им надо следовать, потому что по-другому просто никак, вы никак их не обойдете. Надеюсь, мои советы вам помогут. Все, что не попросите во имя мое, дам вам, говорит Христос. Очень прошу у Бога помощи в материальном благосостоянии. Это дерзновение и грех, или можно смиренно просить, ведь всякий дар свыше есть. Хороший вопрос. Читайте Евангелие, молитва «Оча наша». Вот это образ молитвы, которую сам Христос нам дал. И там, в этой молитве заключено все. Она вас научит. Там прямо сказано, то есть там прямо говорится, что нам надо просить хлеб наш насущный. Святые отцы толкуют эту молитву вот в этой просьбе хлеба насущного. Как бы это и буквально надо воспринимать. Мы должны просить материальных вещей, потому что мы состоим не только из духа, но и из тела. И нам необходимы материальные вещи. Нам нужна одежда, нам нужна крыша над головой, нам нужна еда. Просто это все должно быть в меру, не нужно чрезмерности. Поэтому хлеб насущный. И также хлеб насущный говорится метафорически, как метафора в плане единого напотреба, то есть понимания Слова Божия, благодати. Но и в материальном плане, да, мы должны просить. Мы должны просить вещей необходимых. Это не просто допустимо. Так нас научил сам Христос. Поэтому не смущайтесь. Просите и дастся вам. Но просить со смирением. Всегда каждую просьбу, каждую молитву совершать в духе не как я хочу, Господи, но как ты. А еще тебе угодно, а мне полезно. Вот так вот. Очень личный вопрос. Вы верите или знаете? Михаил спрашивает. Отвечу дерзновенно. Я знаю. У меня есть ведение. Почему-то Господь в самом начале пути дал мне познание себя. Вот это чувство в виде присутствия Божия и созерцания нетварного света. Поэтому я уже потом начал считать святых отцов после получения личного опыта. И увидел, что все, что они описывают, пишут, весь этот опыт тождественен. Все это я в себе видел в самом начале пути. Так меня Господь к себе привлек. Поэтому для меня вот это ощущение присутствия Божия, оно гораздо яснее дает доказательство бытия Божия, чем какие-то чудеса материальные. Обновление икон, вот эти чудеса все, мироточение, восхождение благодатного огня в Иерусалиме. Для меня внутреннее опознание Бога, соединение с Богом, гораздо более ясное доказательство бытия Божия. Но это очень личное. То есть я как бы, ну, я не смог бы никому ничего доказать, вот если бы со мной кто-то начал спорить на эту тему. Потому что это не доказывается какими-то аргументами. Просто может быть этот опыт тождественный, а может не быть. И если его нету, то никакими словами человека не убедишь. А если он есть, то тогда и слова не нужны, и человек и сам это знает. Ну, вот так вот в мире духовном Господь так учредил. Орехов Саня. Здравствуйте, поскажите, пожалуйста, исповедовался. И после исповеди идут мысли, что Иисуса не было. Как это побороть? Помогите, мучаюсь. То есть, Саня, я тебя очень хорошо понимаю, тезка. Я тоже с Саней был в меру. Это очень распространенное явление у новоначальных. И, кстати говоря, с одной стороны, да, действительно, это мучительно. А с другой стороны, я помню, у меня, когда эта брань была, это было тоже одним из таких внутренних озарений, видений, что я увидел в себе свет сначала божественный, а потом увидел, как увидела тьму, как эта тьма сопротивляется этому свету. Это было очередным, как бы отрицательным доказательством бытия Божия, противника Божия, его сатаны. Эти, Сань, эти мысли, они не твои. Просто игнорируй их. Не борись с ними, не пытайся их опровергать, не переживай вообще об этом. Это вот здесь прямо, я ненавижу как бы это слово беса, и когда чуть что сразу на бесов отсылку дают, но здесь я всегда говорю, это бесовское, это не твое, это просто зависть, зависть бесовская. Просто игнори ее, и она исчезнет. Это хульные мысли, это даже не помыслы неверия. Вот, это хульные мысли, которые Господь попускает для смирения нашего. И когда эти помыслы отойдут, когда ты это с Божьей помощью преодолеешь, а ты это обязательно преодолеешь, если будешь правильно себя вести, если будешь игнорить, а не переживать. Если будешь переживать на эту тему, они будут умножаться, будет очень сильное расстройство психики. А если просто будешь игнорить их, зная, что это не твое, то они исчезнут, а через это ты станешь опытным. Ты поймешь, что раз есть противник Божий, значит, Бог есть. Это как бы с другой стороны такой подход к ведению. Именно не к вере от слуха, что кто-то сказал, а ты поверил. Наверное, так и есть, я поверю. А это именно ведение, это проживание внутри себя, понимаешь? Поэтому не расстраивайся, это все очень легко преодолевается. Но если хочешь еще поглубже погрузиться, возьми, загугли, просто скачай с интернета или сходи в церковь, купи где-нибудь, в какую-нибудь книжную лавку церковную, Иоанна Лесочника, и почитай о хульных помыслах главу. Больше ничего читать не надо, прочитай только эту главу, она небольшая о хульных помыслах. Он там более авторитетный, чем я, и более подробно эту брань рассказывает. Но, в принципе, саму суть я тебе открыл, и повторяю, здесь ничего страшного и сложного нет. Но когда ты этого не знаешь, да, я согласен мучительно. Я помню, как я тоже очень сильно расстраивался, не мог понять. Подхожу к святыне, а у меня там в голове такой ад, вообще такая хула, и казалось, что, ну, все, я достойный сын гиены, ада. Так, когда прочитал Иоанна Лесочника про эту брань, тогда у меня все проблемы эти мгновенно закончились. Ну, почти сразу, буквально неделя прошла, и все, я исцелился. Павел, куда делись всеопытные духовники в России? Какая причина исчезновения? Ну, я думаю, это все знают. Мы же не с Луны прилетели, не на Марсе родились. Революция, коммунистический строй, безбожные власти просто уничтожили свет. Монашество, свет, духовенство, интеллигенция. Глубинные корни я не буду сейчас рассматривать, откуда что пошло. Я скажу только, что в церкви очень большая проблема началась с момента отмены патриаршества, когда при Петре вели священный синод, когда церковью стал управлять мирской человек. Вот, то есть, когда вместо патриарха был священный синод, а глава синода был миренен, который подчинялся непосредственно императору. Вот, и, конечно, это было извращение вообще всех, нарушение всех духовных законов. С тех пор очень большой упадок был, но все равно оставались старцы, оставались духовники, оставались святые, и они будут до последних времен. Но это очень большой урон нанесло церкви. А коммунистический строй, вот, социалистическая революция, и потом безбожный вот этот период, ну, почти уничтожило. И вот еще чуть-чуть, и вообще церкви бы не стало в России. Но, видите, Бог управляет миром ради тех, кто еще был готов принести покаяние, и ради тех, кто принесет покаяние. Церковь со своими таинствами сохранилась, и они благодатны. Что бы сейчас ни происходило, какой бы ни был упадок, большое вступление. Вот, а церковь канонична. А грехи и преступления духовенства – это личные грехи и преступления. И с них спросит Бог. Вот, таинства от этого благодать свою не теряют. То есть только на соборе всех поместных в церкви могут определить, что какая-то церковь поместная, допустим, РПЦ там, или какая угодно, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, только решение соборное всех поместных в церкви могут вынести такой приговор, что вот эта церковь впала в ересь, допустим, нарушила какие-то догматы и так далее. Пока этого нету, Господь дает благодать. Пускай даже там все, все духовенство в церкви совратилось. Вот, такие правила. Поэтому будем молиться, будем молиться, чтобы Господь послал покаяние, просвещение нашим учителям духовным, духовенству. Вот, к Богу все возможно. И пока человек в теле, не надо лишать его надежды на покаяние. Вспомните разбойника, который покаялся в самый последний момент на кресте, перед самой смертью. Поэтому будем молиться, надеяться. Олеся, как быть, если подруги близкие учатся и пытаются лечить людей через энергии свои? Сейчас есть много таких обучений. Я не могу им сказать, что они не правы. Молюсь за них мысленно. Правильно делайте. Если не спрашивают, не говорите. Вот если спросят, то попробуйте объяснить. Скажите, что какими энергиями вы можете лечить? Какие у вас энергии? Вы себя сначала вылечите. Понимаете? В человеке, пока в нем живут страсти, пока он совершает грех, пока в нем есть хоть небольшое количество тьмы, его энергии, они не спасительные, они губительные. Вот энергия божественная, да, она спасительная. Она действительно целительная. Вот. Но если они скажут, что мы лечим энергиями божественными, просто их переводим, то надо сказать, что проводник должен быть чистым. Понимаете? Да, святые лечили божественными энергиями, то есть возложением рук. Через них проходила благодать Божия и целила. Не святые целили или что-то творили, а благодать через них. Но они были чистыми сосудами, бесстрастными. Понимаете? Так что, если спросят, посоветуйте им сначала исцелиться самим от грехов и страстей, а потом, если Богу будет угодно, будут целить людей. Сами никогда не прибегайте к целительству таких людей. Даже если вам в чем-то в одном помогут, то такие проблемы потом будут, что всем старцев не отмолят. Достаточно, наверное, большая публикация получилась. Давайте еще на один вопрос отвечу, и все равно на все вопросы не получается отвечать. Даже за дополнительные публикации в неделю. Надо ли стараться не замечать грехи других людей? Валентина, надо не осуждать людей за грехи. Но грехи мы зло должны называть злом. Не надо каждого человека под микроскопом рассматривать, что он здесь сказал, что подумал, что сделал и так далее. Но когда совершается явный грех и беззаконие, то мы это должны называть грехом и злом. Это нарушение заповеди. Другое дело, что вы в сердце этого человека не должны проклинать и отправлять его в ад. Вы должны за него молиться, чтобы Господь его исцелил. И когда заметите грех за другим, сразу вспомните про себя. Сразу вспомните, сколько у вас грехов, чтобы не впасть в изношение и гордыню. У каждого свой камушек в ботинке. У каждого свои обстоятельства жизни. Воспитание, формирование. Понимаете, весы у Бога. Бог осудит там, кто более грешен, кто менее грешен, кто свят, а кто нет. Мы будем молиться за всех и стараться бороться с грехами, страстями, насколько у нас есть разумение и сила. Вот. Благодарю, дорогие. На этом буду заканчивать. Если у вас есть желание, спрашивайте, пишите в комментариях. Вот. Пока есть благословения, пока есть ваше желание, будем общаться. Благодарю за вашу любовь, доверие. Прошу ваших молитв и с Богом. До воскресенья. Воскресенье в прямом эфире. Здесь, в Ютубе. Встретимся в 14.30. Если Бог даст, то живы будем. Люблю вас, дорогие. Люблю вас, дорогие.